А где здесь выход? Куда? Знаков не вижу вообще никаких. Ну, это наше упущение. Мы обязательно это сегодня же. Какая дверь? Где? Это подъемник. Ну вот я и спрашиваю, куда на выход? Где он? Сегодня в Балакове прошли рейды по торговым центрам. Представители прокуратуры и пожарной инспекции искали нарушения норм противопожарной безопасности. После трагедии в Кемерово подобные проверки прошли во всех городах страны. Смотрим соблюдение требований пожарной безопасности в торговых комплексах. Это исправность наличия систем противопожарной защиты зданий, то есть система оповещения, система пожарной сигнализации, система пожаротушения. Смотрим состояние эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями. Смотрим наличие первичных средств пожаротушения, то есть огнетушители, пожарные краны. Кроме этого, инспекция проверяет знания персонала, готовы ли сотрудники торговых центров к чрезвычайным ситуациям, знают ли, куда звонить и что делать при пожаре. По словам администратора торгового центра Юлии, здесь инструктаж с сотрудниками проводится постоянно, и все знают, что делать в случае возникновения возгорания. Я думаю, что в нашем торговом центре такого повториться не может быть, потому что у нас огромное количество запасных служебных выходов, ну то есть не именно выходов, то есть те же эскалаторы, которые лестница, в случае пожарной тревоги, они становятся как лестница. У нас их пять выходов. А как часто вы проверяете систему оповещения? Система оповещения проверяется ежедневно, ввиду того, что у нас подключена система оповещения к радио, то есть если радио работает, значит система пожаротушения включена и доступна. Сейчас будет проходиться проверка систем пожарной безопасности. Не создавайте панику, оставайтесь на местах. Внимание! Пожарная тревога! Здесь, которые у них поднимутся. Посмотрите. А между тем, родители, которые приходят в этот торговый центр с детьми, не совсем довольны тем, как обстоит дело с противопожарной безопасностью. Вы когда приходите в торговый центр, вы хотя бы примерно оглядываете там? Оглядываемся. Вот мы сейчас пришли, там огонь, тут огонь, нам куда идти? Мы даже вот не знаем. Охвачено весь огнем. У вас дети? С детьми пришли, да. Вы их как-то учите? Конечно, мы все обсудили, потому что вот тревожная сигнализатор. Если начинается, быстрее к нам подходим, мы и к вам. И спускаемся, куда спуститься? Если везде огонь, дым идёт, где тут балконы, где тут пожарные лестницы? Здесь ничего нет. Вообще, надо было на первом этаже вот это всё оформить, чтобы дети знали, что выход рядом, вот, вышли, пошли. Подростки, которые проводят время в торгово-развлекательных центрах, в основном знают, что делать в случае пожара. И это вполне объяснимо. В подобных местах они бывают довольно часто и знают каждый уголок. Если не будет пожарной тревоги, я кому-то сообщу, и выйду из здания. В ходе рейда особое внимание было уделено верхним этажам торговых центров, ведь именно оттуда бывает сложнее всего спастись во время возгорания. И здесь же чаще всего располагаются детские площадки. Отметим, что надзорные органы некоторым точкам уже выдавали предписание по устранению нарушений, но не всегда это делается в срок. Исправляем ситуацию с перекрёстком. То, что у нас проблема была, не было сплинкерное пожаротушение. Мы будем там в складах ставить колбы, и всё у нас будет в порядке. А по поводу кислорода, всё в то же время. Мы ждём смету. Что вам представление, когда в декабре месяце выносили? В январе. В январе, хорошо. В начале января на срок усмотрения представлений 30 дней. Вы нам представили график до 15 марта. У нас сегодня уже 28-е. То есть уже больше недели прошло, должны были это устранить. Подобные проверки могут инициировать и сами балаковцы, если заметят нарушение норм противопожарной безопасности. Для этого им необходимо написать обращение в прокуратуру. Пока же, по мнению представителя надзорного ведомства, в торговых центрах Балакова ситуация не критичная. Ну, как бы, недостатки вы все видели сейчас, какие у нас, скажем так, присутствуют. Они, я считаю, что устранимы. Но, тем не менее, скажем так, мы в данном направлении будем работать с целью скорейшего устранения их и недопущения их повторений.